Искусство нейросетей – катастрофа или новый инструмент для художника? Давайте с этим разберемся. Меня зовут Марина Трушникова, и я приветствую вас в новом видео. Несколько лет назад, в 2018 году, мир искусства взорвала новость о том, что искусственный интеллект теперь умеет рисовать. Первая картина компьютера была продана за 432,5 тысячи долларов на аукционе Крисби. Спустя 4 года сейчас мы имеем массу нейросетей, в которых любой желающий может по своему запросу создать любую картинку и стать таким образом художником, иллюстратором или дизайнером. Наверняка вы уже встречались с продуктом нейросети в виде приложения Ленца, где каждый желающий мог создать свой пакет аватарок в духе и стиле разных художников или фотографов. Я думаю, что вы тоже создали свои аватарки. Если нет, то посмотрите на мои. У традиционных художников появился серьезный повод задуматься. Еще год-два, и они могут вполне потерять работу, поскольку нейросеть создает свои изображения в считанные секунды, и в ее арсенале все искусство мира. И пусть скептики говорят, что машина никогда не уподобится человеку, что она слишком бездушна, чтобы создавать хорошее искусство. На самом деле, факты говорят в обратном. Человек не всегда способен разобраться, где фотография, а где работа с генерированной машиной, где акварель и где работа, написанная мной. Ну, например, вот эту акварель я сделала за несколько секунд в программе Меджорни и выложила ее в соцсети. Вы знаете, подобного отклика на собственные работы я давно не встречала. Люди говорили о том, насколько это гениально, насколько эта работа красивая, душевная, романтичная, атмосферная. То есть они видели в ней все то, о чем скептики говорят, что она, машина, не может это сделать. На самом деле, может. Безусловно, у творений нейросети сейчас есть определенные недостатки. Корявые изломанные фигуры могут быть. Может быть три ноги вместо двух или четырех. Может быть семь пальцев. Может быть нос на бок и так далее. Все зависит от того, насколько нейросеть обучена. И я так думаю, что здесь еще не обошлось без того, что создатели вводят алгоритм, которые препятствуют созданию, например, пяти пальцев рук, потому что обычно нейросеть рисует семь, для того, чтобы просто избегать количества фейков, которые могут появиться в результате использования нейросети. Но если это не так, то нейросеть очень скоро обучится и начнет выдавать абсолютно совершенные изображения. Нужно признать, что нейросеть действительно обладает хорошим художественным вкусом. Меня все время поражает, насколько красивые по цветовым сочетаниям изображения она выдает. Ну, потому что она училась все-таки на лучших изображениях этого мира. Насколько там красивый свет, насколько красиво выстроена композиция, насколько она гармоничная. Это подчас доступно не каждому художнику даже. При этом нейросеть способна выдавать изображения в любом заданном стиле. Она с легкостью сделает вам и комикс, и логотип, и 2D изображение, и 3D изображение, и импрессионистический стиль, и фэнтези-стиль, любой, который вы захотите. Вот посмотрите, что выдала нейросеть, когда я попросила ее нарисовать акварель в моем стиле. Неплохо, правда? И как я уже говорила, мало кто способен понять, что эта картина родилась не из-под моей руки, а это всего лишь результат вычислений машин. Безусловно, традиционное искусство не умрет под натиском нейросети. Все-таки человеку нужны не только цифровые изображения, но и физические аналоги. Но вот кто действительно может пострадать больше всего в данной ситуации, это иллюстраторы и дизайнеры. Потому что они действительно создают все-таки цифровую картинку или оцифровывают ее. И вот здесь нейросеть справляется гораздо лучше, потому что выдает массу вариантов и при этом делает это крайне быстро. То есть любую книгу она сможет вам проиллюстрировать за час. И тогда зачем заказчику, собственно, нужен человек, если нейросеть справляется с этим лучше. Поэтому, полагаю, художники такого направления должны максимально быстро переориентироваться и брать нейросеть в союзники, использовать ее как инструмент, чтобы не потерять просто сейчас работу. Так сейчас появились сотни нейрохудожников, которые используют нейросеть как инструмент и, возможно, совершенно не умея рисовать, реализуют свои творческие способности. Они придумывают определенный стиль и генерят в этом стиле огромное количество разных изображений. И это интересно. У меня среди этих художников уже есть собственные любимчики. Вот, например, ряд таких работ. Поскольку тема очень новая, то сейчас стала остро одна проблема. Это проблема авторского права. Естественно, что компьютер не генерит свои работы прямо из воздуха. Он использует для обучения работы традиционных художников, которые находятся в сети. И таким образом бывает, что в его творениях даже появляются артефакты в виде подписи какого-то художника. Но что с этим делать? Прогресс не остановить. Хотя некоторые пытаются. Художники, одна группа художников подала иск на создателей нейросетей за нарушение их авторского права, за то, что они используют картинки, взятые из сети, без их ведома. Не знаю, чем закончится эта история. Естественно, нормы должны как-то измениться и правовое поле здесь поработает. Ну, а пока не утихают вот эти конфликты и баталии между традиционными художниками и нейрохудожниками. Здесь просто можно вспомнить историю, как появилась фотография. И в свое время были бунты художников против фотографов. Потому что тогда действительно фотография лишила художников-портретистов хлеба на определенный период времени. Но в дальнейшем и те, и другие нашли свои ниши. И теперь даже художники активно используют фотографию в качестве инструмента. Также, думаю, будет и с нейросетями. Мы никак не можем остановить технический прогресс. И нам придется просто смириться с появлением этого инструмента. А лучше, конечно, его использовать. Я со своей стороны уже протестировала около десятка нейросетей. Если вам интересно, я об этом напишу или сниму обзор. Пишите в комментариях обязательно, если вам это нужно. Сейчас вы можете, кстати, почитать мою статью. Ссылка будет прикреплена в описании. В целом, общую статью о нейросетях. И посмотрите там на те работы, которые я вам показывала, и на другие. Еще я сейчас обучаюсь на нескольких курсах. Мне очень нравится эта тема. И я вижу в ней очень большой потенциал для художника, для того, чтобы генерить определенные образы, для того, чтобы что-то создавать. Ну, а какая здесь открывается возможность для дизайнеров и иллюстраторов, здесь и говорить не о чем. Важно просто не сопротивляться этому процессу, а наоборот взять его на вооружение. Чего я вам и желаю. Мне интересно ваше мнение по всей этой теме. Пишите обязательно в комментариях, если хотите, чтобы я дальше снимала эти видео. И увидимся с вами. С вами была Марина Трушникова. Спасибо за то, что были со мной до конца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!